Якутияне присоединятся к всемирной благотворительной акции «Щедрый вторник». Впервые в России она пройдет 29 ноября. Во всем мире в этот день миллионы людей совершают самые разные действия в пользу благотворительных организаций. Стать партнером инициативы могут как компании, так и частные лица. В этом году средства, собранные якутянами, направят в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Туяра Филиппова побывала в педиатрическом центре, где проходят лечения дети с онкологией. Азалия Петухова перенесла в свои пять лет то, чего не испытал, наверное, любой взрослый человек. Операции после разрыва опухоли почки, несколько курсов химии, лучевой терапии. Теперь рецидив в виде метастазов в легкие. Все, что сейчас окружает девочку – больничная палата, врачи и мама. Несмотря на временное поражение в борьбе с болезнью, они не теряют надежды. Мы после химии в Москву должны лететь. Это уже у нас третья будет поездка в Москву, и денег не хватает. Лечение в российских клиниках, куда направляют детей на операцию, оплачивается государством. Но финансовая помощь необходима родителям, которые зачастую не работают, ухаживая за детьми. Им нужно снимать жилье, а что-то жить. Четырехлетний Саша Дроздович гоняет на своем велике по больничному коридору. Но по первому зову медсестры послушно ложится в кроватку, чтобы получить нужную для него сейчас систему. В прошлом году у мальчика диагностировали опухоль заднего средостения. А недавно после ремиссии вновь рецидив. Метастазы обнаружили уже в головном мозге. Лечение по эффективной экспериментальной методике, на которую надеется мама мальчика, стоит не один миллион рублей и проводится только в зарубежных клиниках. Мы надеемся, что мир же не без добрых людей. Может быть и улетим, может быть как-нибудь соберем каким-нибудь путем эти деньги. В Якутии ежегодно онкологический диагноз ставится в среднем 20 детям. Лечение каждого из них занимает от 1 до 5 лет. Дети нуждаются не только в медицинской помощи, но и в помощи своих родителей, родственников, окружающих. И при хорошем лечении, уходе, отношении к ребенке, большинство из них выздоравливает. Помощь онкологическим больным в последние годы стала намного эффективнее именно благодаря благотворительным организациям. И от неравнодушия каждого из нас зависит жизнь этих детей, только начавшиеся, но уже испытавшие боль и страдания. В завершении добавим, что благотворительное пожертвование можно направлять уже сейчас, не дожидаясь вторника, в адрес фонда «Праздник жизни». Его реквизиты вы видите сейчас на своих экранах. Пожертвовать средства также можно будет во время проведения телемарафона акции «Щедрый вторник» 29 ноября в прямом эфире НВК Саха в 19 часов 45 минут.